Представим. Да, ну, я как бы действительно составитель, можно сказать, и один из переводчиков многочисленных этой книги. Кроме того, здесь присутствует Роберто Вигано, представитель Центра либертарных исследований из Милана, и Сара Манкези, представительница издательства Эллиота, тоже миланского аналитического либертарного издательства. Это два родственных проекта, собственно, мы подробнее об этом расскажем в ходе нашей презентации. А презентуем мы книгу итальянского, в целом, ныне покойного активиста и издателя Амидео Гердова, который был активен на протяжении последних 50 лет. Он участвовал в анархистском движении в начале 60-х, то есть еще как-то до 68-го года. И до 2006-го года, когда он скончался, он продолжал свою работу и в Центре либертарных исследований, и в издательстве Эллиотера, которое существует уже более 30 лет, и за эти годы издал огромное количество книжек либертарного направления, относящихся к различным отраслям социального знания, науки, как и социальной теории. Вот, собственно, и о книге Амидео Гердова, и о работе издательства и Центра либертарных исследований и пойдет сегодня речь. Я представляю, что нашим итальянским друзьям вступает к презентации. А вы. Хорошо, это все. Хорошо. Добрый вечер, всем. Спасибо, что пришли. Я думаю, что лучшая способность, чтобы начать эту презентацию, это с пронаванием «вы». Амидео, чтобы рассказать о жизни Амидео, его жизни и его истории. Добрый вечер, всем. Я считаю, что нашу презентацию у Амидео Вертовой книги правильно было начать с местоимения множественного числа «мы», которое лучше всего объясняет его подход к мысли и действиям, и также является значимым для того, чтобы представить его книгу, которая здесь, вы видите на столе, и российское издание, и итальянское издание более полное. Это слово «мы», оно относится не только к большому международному коллективу, который на тот же день последнего года работал над выпуском сборников статей Амидео на разных языках, представляющих кусочки мозаики, из которых составлена была жизнь Амидео. Вся жизнь Амидео Вертола и ее активистская часть, и его участие в различных инициативах связанных с культурой, которые не знают, что не только к концу мира. Вы можете сказать, что другие трех концепция в Амидео «тык и жизнь», которые в университет этой «тык», «тык», «экшн», «интернационализм», «монзайк» и «серклорный историй». Because all these words, these concepts form a structure, on which they are aligned throughout the life. And they will always be mentioned in our presentation, in the description of the structure, which formed the view of Amedeo on their life. But this structure was not rigid or ideological, but more pragmatic structure, experiential structure. I mean, it was a starting point for an innovative theoretical view, a view and a thought that would be continually permeated by experiences. And so open to change, but we will see these better data. Well, this structure, it was not rigid or ideological. It was, rather, pragmatic and experimental. And while it was still a process, it was a beginning for the innovative theoretical approach to thinking. It was a challenge that was designed to move forward towards the strong organization of the world. And what was the case about ideas and actions, and what was the way Amedeo went through the entire life. Амедео Бертоло был сын мосеяиста, поэтому он мог учиться с пациентами, снижения и обеспечения, и обеспечения, и обеспечения, чтобы планировать, и потом, вместе с ним, с большим образом, один раз. Эта метафора, это будет коммунная характера всех его действий и инвестиций, особенно в социальных сетях. Амеда Эльбертова был сыном Майзея Чиста, то есть художник занимался мозаикой, и он в юности обучался в мастерской своего отца, и таким образом он получил неоценимый опыт того, как складывать большую мозаику, и сам Амедия Кусочков, и это был своего рода общий подход, который он практиковал в дальнейшем, в протяжении своей жизни, складывая из маленьких кусочков какую-то большую картину. И эта метафора будет постоянно всплывать в наших разговорах об Амеде. Другой комплект в его всю жизнь был пытаться всегда иметь思ы и действовать вместе, и найти значение другим другим другом. Потому что, например, он начинал его политическую жизнь в early 60-х, когда он критиковал Франко, который был в Европе, в Европе, в Европе и в Европе. Но он не только критиковал не только о праве, но и о праве, но и о праве, он также привел к Спанию, воспринимавшись миссии политической, координации и пропагандой. Также важным является постоянное соотнесение Амедеа Бертова, его мысли и его действия. Он не разделял одно от другого, и это также характеризовало его на протяжении всей жизни. Он начал свою активистскую деятельность в начале 60-х годов. Например, он был одним из критиков испанского режима Франко, но он не только занимался критикой на словах, он также участвовал в политической работе. Он проехал по Испанию, выполняя определенную миссию по помощи антифранкистским силам там. Например, в этим период, в П readingе, после структов, в СССР было, после действия, после смерти, после страйка, как я знаю, мне будет говорить, был отсутствующим спасением от молодых анальхистов и антифёйсистов. Один из них был Георгон Ивальс, и Амиде организовала убийство из СПАНСКОНСУЛИМИЛЕННА, ИСУЕЛИАС, чтобы избежать прессию и привести к депутации общества к этому вопросу. И эта реакция была успешной, потому что после релиза общественного консульта, это было неизвестно. Арктивистская деятельность Бертоула началась в начале 60-х годов. В 62-м году он участвовал в организации притечения испанского вице-консула в Милане, СУЕЛИОСа. Это было связано с тем, что франктистский режим приговорил одного из анархистов к смертной казни за участие в забастовке, если я не ошибаюсь. И после того, как был похищен испанский дипломат в Италии, с участием Милео Гертоула, удалось оказать давление на франктистское правительство, и смертная казнь анархистов была заменена каждому заключению. Ну и в жизни и деятельностями Дэви Бертоула всегда можно было найти три ключевых элемента, это неразделение мыслей и действия, международный масштаб его анархизма, а также создание постоянной необходимости коллективного действия. Другой период, который был очень важным для его эволюции, это были годы 1968 и 1969. В этой периоде в Италии, на одной стороне, было много бомбинов, carried out by the far right, back-sponsored by the state, и были также cover-ups, и форс-аккузации, и тренировки, based на форс-премиси, но на другой стороне, было шарп-райз, и протесты студентов, и новая креативность libertарии, социальных движений. И, конечно же, 1968 и 1969 годы в Италии были периодом очень напряжённым, потому что, с одной стороны, в это время происходили довольно многочисленные террористические акты, проведённые как-то подложным плагом, то есть обвиняли в них анархистов, но на самом деле, организаторами этих террористических актов были ультраправы, при некотором участии государства, и этот же период характеризовался также подъемом студенческого, и в целом протестного движения в Италии, а также выникновением новой libertарной креативности, скажем так, каких-то новых форм libertарного протеста. Например, в этом периоде, Лидео был предоставником с Giuseppe Pinelli, которая была новая камера из Милан, обвинявшись с анархистами, которая была организацией обогащейся между анархистами для защиты от репрессии, и для подвески и для сопротивления чтобы распространять верболее что интересно, потому что анархист Брэн-Лэк-Росс был создан русскими анархистами в начале 20-х века. Также к этому периоду относится к созданию в Италии и других странах анархического черного блеста, в котором в Италии участвовал и Амидео Бертоло, и очень важный активист этого периода железнодорожника-анархиста Джузер Брэн-Лэ. Это была организация взаимной помощи, самопомощи среди анархистов в связи с теми обвинениями, которые от них выдвигались, в связи с этими песнями, с которыми они сталкивались. Также интересно ответить, что идея создания анархического черного блеста на самом деле удалось в начале 20-х века, в среди анархистов поискаржений. Я говорил про Гюзеппе Пинелли, потому что этот комрад был создан для одного из бомбингов в Милене, а потом был убран от полицы, а потом был убран от полицы, а потом был убран от полицы полицы в Милене. И этот факт привлекла в Италии, потому что Амидея, и другие комрады, в Ла-Крозе, успевали принять обвинение, и поэтому их общественное мнение начало с анархистами, и их защитить, потому что они были аракуны в том числе. Это событие, связанное с взрывом на пьяце Фонтана в Милане, который у него в жизни многочисленных жертв, и который был приписан анархистам. Это было одним из ключевых событий того периода и стратегии напряженности, которое реализовывало итальянское государство. В этих взрывах были объединены анархисты, в частности, учусь за этот пример, один из создателей анархического черного креста. И было очень важно также организовать компанию фондовой информации, индийной и государственной компанией объединены в отношении анархистов. И Амедео и Амедео, в частности, часто ему, и товарищи, не удалось встретиться на муж, потому что общественное мнение, в конце концов, начало становиться на сторону анархистов. И в последние годы, Амедео, и в последние годы, что Амедео идентифи университых потребностей для внутренних парадигма, для реновации анархизма. Потому что он думал, что этот страдок требовало им оставаться в борьбе как анархисты, в последнее время, амедео, в последнее время. Он думал, что анархизма нужна и в последнее время в последнее время это означает, что он думал, что не для того, чтобы не рассмотреть момент, как момент превращения, но для того, чтобы анархизма не менее отдаленный по времени и назначенный на какое-то будущее время период революции. То есть действовать здесь и сейчас, одновременно не ассимилируясь в этом здесь и сейчас, а пытаясь найти новую форму действия. это потому, что амедео думал, что анархизма не могла найти значения и амедео думал, что главный место, где амедео не могла амедео не могла амедео амедео то есть необходимо было найти способ трансформации общества, который представлял собой некую культурную мутацию не менее радикальную, чем те проекты радикальной трансформации, которые существовали в прошлом, но которые были на этот момент революции в будущем, и амедео считал, что действительно необходима такая была культурная мутация, которая помогла бы нам избавиться от авторитарного наследия, которое содержится в нашем подсознательном и для этого была необходима для этого был необходим пересмотр ценностей и отношений и разложение этого иерархического бессознательного в нас поскольку он считал, что государство оно находится прежде всего в головах людей и в головах рабов угнетенных даже в большей степени, чем в головах Господа. это означает обеспечить больше людей и амедео начало посмотреть основную экспрессию свободного движения это галактика людей и идеи и и так далее но не организовывая движения как амедео что необходимо обращаться к более широкому общественному антиавторитарному и либертарному движению которое не ограничилось теми кто формально был вовлечен к организованному аналитическому движению но при этом двигался бы как раз такому либертарному или антиавторитарному так так пробовали экспериментировать с стилем с графиками и коммуникацией чтобы успех помнать больше людей так что не возможно в этом же время в кухня Игра началась прошла, как у Париж, что произошло в Париже, что было создано, что было создано в Париже чтобы представить на архиве. Но в прошлом году поднялся в Милане, когда Амедео и его друзья, И это переоценка ценностей и методов, она заключалась в том числе и в новом стиле письма, попытки обратиться к более широкой аудитории и в использовании, скажем, элементов графического дизайна. Не случайно, что в это время началось распространение по миру нового символа, символа Афрумия, который характеризовал это новое методическое движение. Этот символ был придуман в Париже, но его начальное использование было не очень издачным. И как раз его широкое распространение началось после того, как методов, товарищи использовали в их графических публикациях. И как бы с тех пор эту символу Афруки она выглядела немножко иначе, чем в культуре Панковской А, которая существует сейчас, с тех пор как бы эта символа начала станяться по всему миру. Хорошо. Хорошо. Теперь, перед тем, что передать слово на Сара, которая поговорит о действующем проекту Афрумия. И так далее. Я бы хотел бы представить еще один из аспектов Амидеевской активности, который очень важен и который Саре будет поговорить более подробно, который является созданием культуры и культуры. Прежде чем передать слово Саре, которая расскажет об издайских проектах, которые имели большое значение в жизни Амидеева Вертова и его деятельности, я хотел бы сказать буквально пару слов об этом, а Сара потом подробно расскажет об этих культурных проектах и инициативах, которыми занимался Амидеев. В результате Амидеев начался в 70-е годы, в начале 70-е годы, превосходил его внимание на культуры и культуры. Например, в основном, создавая революция «Агревиста Анарктика», который был дурных книг, который был сегодня наиболее в сегодняшний мировой исторической анарктической, понимая, что инициатива wrist and discourse в связи с временными временами. Он стал комфортным, наконец-то, наиболее полнообразным книгомым наиболее анарктическим в исполнении. Амидел также начал заниматься издательскими проектами. В частности, он был одним из основателей журнала А, ревиста Анархика, то есть А, анархический журнал. В 1971 году был основан этот журнал, и он пытался описать о борьбе и о анархическом мысли в ногу со временем, с тем, что он проследовал за 68-го года и с тех пор этот журнал продолжает проходить и он, мне кажется, в самом известном итальянском анархическом журналу. В Северной войне он также построил Центр для Либридовских Студистов, который еще активен и где я работаю. В Киеве анархическом журналу и не на самом деле, основанно в Италии, но также не на английском. Все равно в планах инстанционныйvieк, с гостями от нашего общества, и пытаясь держать фокус на каждом встрече и на уровне. Другие культурные мероприятия, делая именно упор на необходимости международного распространения своей деятельности. Так же, в этой попытке поддерживать международные контакты, Амедео вел обширную переписку со различными известными фигурами, такими как Наан Хомский, Джудит Марина, основательница Ленин Феерси Живого театра в Соединенных Штатах, Джулиан Бек, Мирей Букчин, известный социальный эколог, Колин Уорд, известный анархистский автор, английский Курт Воне Гуд, Корнелевский старик Одессы. Спасибо за внимание, что мы с вами находимся. Я расскажу вам слово Сара, и она расскажет в деталях о том, что мы создали Амедео, о том, что мы создали в книге сегодня, и о том, что мы создали в книге. Амедео, о том издательстве, которое он помог основать, и, конечно же, книги, которые он сегодня представляет. Да, в самом деле, я буду говорить о том, что Элеутра сейчас. Потому что я скажу, что для Амедео, что он издательский работ не была вторая часть его жизни, или его милитансия, но, возможно, в один момент в его жизни он начался на самом важном месте. Ну, я буду говорить об издательстве Элеутра, которое было создано при его участии Амедео, но именно в том виде, в котором он существует сейчас. И нужно понимать, что для Амедео издательская деятельность никогда не носила второстепенного характера по отношению к другим его проектам, а с какого-то момента именно издательская деятельность стала носить второстепенный характер, который, в общем-то, в той или иной степени имел на протяжении всей его деятельности. Да. Да. Здесь также было подобное, как от Ильютора и в Ли Бертура, с которыми мы представляем имел Будды, но также, но и большая часть, я бы сказать, в нашей милициональной деятельности, это не только для Амедо Берто, а не только для него, потому что, как я сказал, он всегда aims к созданию коллективных работ, так что мы были последующие генераторы в некотором смысле его отношения, и его цель для того, чтобы привести к жизни интеграционного работа, в котором «Либертарная консистенция Нисс и Данца» была связана к созданию чего-то, в этом случае «Брикс», это форма политической деятельности, которая так важна, как в других способах. Мы здесь представляем последнее поколение людей связанных с издательством «Элеутера», на которых, конечно же, повлиял Амедео Берто и тот проект, который он создал, и он всегда наставил именно на коллективном характере этого проекта, именно на необходимости коллективного характера разных проектов, и он наставил на необходимости сочетания, правильного сочетания целей и средств, и в этом коллективном проекте, в том, что мы делаем, этот баланс он также, в общем, он может быть найден. Я что-то уже сделал, но не понимаю. Это основное, это основное, в том, что мы, что мы, что мы, что мы видим, Амедео умер в 2016 году, и он был сочетан с Амедео, и он был сочетан с его миром. Но по-прежнему с нами Руселла Дилео, основательница этого проекта издательского, и компанер, и друг Амедео на протяжении всей его жизни. И здесь важно именно то сочетание мыслей и действия, использование творчества и каких-то креативных подходов, связанных с дизайном, для того, чтобы мыслей, чтобы мыслей, чтобы мыслей, чтобы мыслей, чтобы мыслей, чтобы мыслей. Для того, чтобы рассказать что-то о Элеутера, этот проект был создан после того, что еще и другие эксперименты, которые были в Эдиционе Амедео, который Руселла Дилео и Медео взяли от Пиутру Брони, и другие анархисты, очень известные в Италии. И в этом случае Эдиционе Амедео было гораздо более анархистно-милитантно-публичное, которое распространяло только в интернете. Ну, издательство Элеутера родилось, скажем так, на базе будущего издательского проекта, который назывался Эдиционе Антистату, то есть, можно привести как антигосударственное издательство. Оно было основано известным анархистом Пиуту Рони, и потом Амедео Бертово и Руселла Дилео участвовали и унаследовали этот проект. Но предыдущий проект, он был сконцентрирован, в общем-то, на самом анархическом движении, на как бы-то более жесткой структуре и каком-то таком более сугубо-активистском подходе. Да, после этого проекта и разработки этого проекта для того чтобы они хотели сделать что-то немного diferente, поэтому они построили Элеутера. И, ну, просто немного... И из-за этого названия Элеутера comes из греков, из-за этого, Элотерия, что означает «freedom». И это одно издательных, И вот поработав над этим издательским проектом Эдитсиона Антистата, Амедео и Расселло поняли, что им хотелось бы сделать что-то другое, и они основали вот это новое историщество Элеутера, происходит древнегреческое слово, означающее свободу. Но для нас это также имеет другую значение, и это значение состоит из легенды. Это были эти английские, эти rebels, в Анече Англии, которые взяли в море, чтобы избавиться от репрессии. И в один момент они находились на этой земле, и они назвали это Элеутера. И в ней они построили новое историщество и свободное общество. Для нас слово Элеутера имеет и другое значение. Мы говорим о той легенде, которая существует, о том, что в старой Англии группа людей, видимо, каких-то повстанцев, бутарей, они ухлыли из Англии морем, добрались до острова, который они назвали Элеутерой, и основали там не иерархическое общество, основанное на принципе дармства. В этом смысле Амедео и Амедео, и Амедео, и Амедео, и Амедео, всегда говорили, что мы навигаем, и мы навигаем по сторонам. И даже с начала эта навигация была видна как хибридом проектом. И, как мы говорим, как и вот эти люди, которые плыли из Англии во всем пост о свободе, мы осуществляем навигацию на глаз, то есть, как мы возьмем туда туда глаза передят, условно говоря. И вот этот момент определения курса по ходу дела и экспериментирования, он является важным в построении того культурного проекта, какими являются лучшие проекты. В этом смысле, что мы пытаемся сделать, это создать консистентную платформу для всех этих думателей в любом сфере знаний, которые пытаются изменять реальность на основе радикальной критики, силы и принципов мира. Ну и нашим основным принципом является как раз создание такой площадки для высказывания различных авторов, работающих в различных, скажем так, общественных дисциплинах, которые придерживаются радикального взгляда на существующее общество и критикуют его с точки зрения отрицания власти и с точки зрения... Ну, короче, критикуют существующего общества с точки зрения радикального отрицания власти и господства. Таким образом, в этом смысле, наш каталоге является очень важным, потому что мы пытаемся использовать различные темы и различные филы, such as anthropology, urbanism, history, science, all those fields that we think are relevant today to understand and then criticize and maybe hopefully change society. Ну, поэтому тот каталог книг, выпущенных издательством за этот период является очень разнообразным. Он составлен из трудов, которые относятся к совершенно разным областям человеческого знания. Это может быть философия, урбанизм, антропология, различные отрасли науки, но фундаментальным является как бы общий подход к критике существующего общества и попытки преодоления антиопторитарного и левопторитарного способа. Ну, красные нити через все это проходит именно с такой взгляд на общество, ориентированное на его преодоление, как бы на преодоление общества, ориентированное на его внешнем уровне. Это поэтому в нашем каталоге вы можете найти родители и мамы анархизма и ориентированных церкви, как как Вакуумин, Копоткин, Лавдовер, Малатеста, Эрма Голман и так далее, которые находятся с более современными думателями, как Марко Же, Скотт, Машин Ставис и так далее. Ну, и именно поэтому в нашем каталоге можно найти труды, как отцов и матерей, основателей анархизма, таких как Бакуумин, Копоткин, Ландовер, Малатеста, Эрма Голман, но также и современных мыслителей, таких как, например, Латур, Маршал Сталинс и Ожея, и другие. Это тоже, потому что мы пытаемся говорить, что мы пытаемся говорить в отличие от Эдизиони Антистату, мы пытаемся говорить в большинство, или лучше. В отличие от старого проекта Эдизиони Антистату, мы не стремимся обратиться к нам, и мы знаем, что они следуют нашим работам, и поддерживают нашим работам, но и к нам, 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 и к нам. И так, публика ползает. Ну и также, в отличие, скажем, от старого проекта Эдизиони Антистату, мы не стремимся обращаться только к анархистам. Нашей целью является обращение к более широкой аудитории, потому что вы делаете, это необходимо говорить на языке более понятном ей, но мы знаем, что анархисты следят за нашей деятельностью, за теми книгами, которые мы выпускаем, но наша цель – это именно обращение к более широкой аудитории. И это также почему мы взяли эту решение, которая может быть критикой, может быть, в том, что мы находимся в маркетинговом рынке. Мы делаем каждый день с бюрократией, и с большим работом, экстра-работом, из-за культурного исследования и эдитирования, и так далее, потому что мы хотим быть в бюрокрах, и так далее, потому что мы хотим, чтобы люди находятся в нашем бюроке почти в мире. И это означает, что мы должны найти нашу форму, скажем, в нашу комфорту, в том числе, в том числе, чтобы достигнуть нашу основу, умение, который был Амелио Зарусалам, который был в целях. Но также нашим отличием от таких конкретно-активистских анарктистских издательств является то, что мы приняли создательное решение, которое, конечно, можно критиковать, и нас критикуют за это. О предпо том, что мы хотим присутствовать на мейнстримовом рынке, то есть как бы на широком книжном рынке. то есть чтобы читатели могли найти наши книги при возможности практически везде, конечно, это заставляет нас заниматься вопросами, которые совершенно не связаны с творческой стороной редакционного дела, с бюрократией, с дистрибуцией и так далее, и так далее. Но это было наше сознательное решение, это был изначально тот подход, который был заложен Амеделла Волтова и Расселли Эмилиева, который мы продолжаем реализовывать. Я буду добавлять наше личное дело, но ни одного из actual team, Элеутера, студия или делали что-то в том, чтобы стать editorом или работать в художественном художестве. Но мы все приходили из разных дисциплин, например, я ищу архитекту, и я пришла из Элеутера через urbanism, поэтому это так важно, чтобы в книжках и в университете, я также скажу о своем личном опыте никто из тех, кто представляет молодое покорение работников издательства Элеутера не занимался специальным анархизмом мы пришли из различных областей например, для архитектов по образованию я наткнулась на издание Элеутера через изучение темы урбанизма и поэтому это еще раз подчеркивает необходимость того, чтобы наши идеи, наши книги активно присутствовали и в университетах, и в книжных магазинах там, где люди могут с ними столкнуться и получить представление нового для себя идеи но мы все остались анархисты в нашей форме работы Ну, также необходимо сказать, что мы работаем все-таки как анархисты, то есть это коллектив, в котором нет начальников, в котором все решения принимаются коллективно. Конечно, есть разные зоны ответственности, есть люди, которые отвечают за конкретные управления, но я как участник коллектива всегда примерно знаю, как обстоят дела в той или иной части, то есть я, например, не занимаюсь конкретно экономической стороной этого проекта, но я себе примерно всегда представляю, что происходит с этой частью нашей деятельности, и все решения обсуждаются и принимаются на общих собраниях. Это уже необходимые черта нашего проекта. Но также необходимо сказать, что эстетика, те дизайнерские решения, которые мы находим для своих книг, они также играют большую роль, потому что это помогает нам внести книги и наши сообщения до более широкой аудитории. И это обстоит таким образом с того момента, как эстетика был основанной, то есть с момента, когда этим занимался Амидео. И мы очень многое экспериментируем с графическим дизайном, с тем, чтобы представить наши идеи, как бы и представить наш продукт именно в качестве такого произведения красивого, несущего как эстетического, так и не политического состава. Да, конечно. Да, конечно, графика, из нашей точки зрения, не просто декорация, но это способ для достижения более мощной коммунициативной формы. Так что, также, оформительская сторона, она не является чистым украшением, это, как бы, действительно, один из каналов, одна из возможностей, с помощью специального коммуникативного кода обратиться к более широкой аудитории и донести наши сообщения в каком-то гораздо более глубоком виде. И, конечно, это стремление к красоте, к тому, чтобы показать, что это действительно прекрасно, Оно сопровождает все страдии индийского процесса, начиная от исследований, от работы над текстом, до верстки, до графического представления обложки и так далее. Это разные части единого процесса, попытки создания действительно прекрасного продукта, чего-то красивого. Я хочу сказать, что сейчас, после 32 лет, мы чувствуем, что в какой-то момент мы достигли, потому что мы действительно важны в мире индивидуального продукта. Мы как-то института, можно сказать. Мы нашли способ, чтобы подать нашу анархистскую душу и нашу способ, чтобы открыть мир. Ну и сейчас, спустя 32 года, с момента основания детальства, можно сказать, что мы, хотя бы частично, добились одной из своих целей. То есть мы действительно на сегодняшний день представляем довольно значимую культурную институцию, которая позволяет доносить аналогические идеи в более широко аудиторию. Конечно, это все очень сложно. Конечно, это все очень сложно, потому что... Конечно, это все очень сложно, потому что... как организм наше издательство по-прежнему всегда балансирует на грани выживания, но, с другой стороны, я, по крайней мере, могу говорить за себя, что я не хотел бы заниматься ничем языкиным, я не представляю себя в какой-то другой роли. И, конечно, это все очень непросто, но мы будем продолжать заниматься тем, чем мы занимаемся, по крайней мере, еще на протяжении следующих стихов, я бы хочется надеяться. Ну и, собственно, как Сара закончила свою презентацию, я буквально еще раз расскажу именно о книге и о ее русской версии, а потом мы можем перейти к вопросам и, возможно, к обсуждению как раз проблем независимых и малых издательств, как они видятся в Европе, как они видятся в России. Я очень рассчитываю на участие тех, кто сидит в аудитории, то есть мы забудем о том, что здесь стол и президиум, в общем-то, мы можем просто в манере открытой дискуссии поговорить об этом. Значит, собственно, вот русская версия книги, она, конечно, не такая объемная, как итальянская, надо сказать, что здесь уже упоминалось, что сборник статей Амедео Бертова, написанных в разные годы, 70-е, 80-е, 90-е, начале 2000-е, он примерно одновременно на протяжении последнего года вышел в разных странах, то есть самое полное издание, конечно, итальянское, вышли также французское, португальское, испанское издание. Мы в авральном режиме тоже очень старались выпустить российское издание, оно, конечно, не такое объемное, как итальянское, но мы поставили те самые крупные и значимые статьи Амедео Бертова, которые он написал, перевести. Тематика различная, здесь статьи о таких основополагающих для анархистов ценностях, как свобода, например, как принимается анархическая свобода, как принимается свобода вообще в целом в современном мире, можно ли найти какую-то площадку, на которой анархисты и не анархисты могли бы вести осмысленные и продуктивные дискуссии о свободе, о том, как продвигаться в направлении больше свободы. Одна из статей сборника посвящена демократии, как ее понимают анархисты, как они понимают другими, и, возможно, какие-то пересечения, как раз одним из фокусов деятельности Амедео было обращение к неанархической аудитории, и попытки сделать наши анархические идеи релевантными также для других людей, чтобы анархизм не был такой как бы церковью и крепостью, чем-то замкнутым в себе. И, мне кажется, вот представленные статьи в этом сложнике, они как раз характеризуют эту попытку как довольно успешную. Там есть такие, например, проясняющие понятия, которые долгое время оставались такими размытыми, то есть в чем разница между властью, скажем, господством и авторитетом. Понятно, что анархисты строят свою философию на отрицании господства, скажем, таких перманентных асимметричных отношений по поводу власти, но, как бы, возможно ли уничтожение власти в целом, или, как бы, все-таки власть как отправление неких общественных функций, может быть сохранена на определенных условиях, при том, что будут действительно вот уничтожены отношения перманентно асимметричные, будет уничтожено господство принуждения, как бы, этот вопрос тоже рассматривается. Здесь есть вот ряд статей, таких более объемных, есть статьи журнальные, которые были написаны Амидео, скажем, в 70-е, 80-е, 90-е годы по разным поводам. Часть из них касается, там, я не знаю, вопроса об отношении анархистов к насилию, и здесь он вступает в дискуссию с другим, в общем, таким уже примелькавшимся итальянским автором, как Альфредо Бананно, и надо сказать, что Амидео Гертоу является таким, скажем, антикотом Бананно как по вопросу о отношении к насилию, так и, в общем, как по вопросам другим, скажем, этики и личной скромности, они в планах будут такие антикоды между собой. Как вообще воспринимать анархическое движение? Должны ли мы воспринимать анархическое движение как сугубо вот собрание профессиональных активистов, или мы все-таки должны, смотрите, широко, не ограничиваясь рамками вот этого активистского гетта? Какие элементы современной культуры движутся в либертатном направлении? С кем и с чем в культуре мы могли бы сотрудничать в продвижении общества в сторону больше свободы? На самом деле все эти статьи Амидео Гертола, они отличаются, с одной стороны, некоторой такой ясностью взгляда, попыткой прояснить понятия, которые, возможно, раньше оставались размытыми. С другой стороны, они являются как раз такими попытками еретика выйти за пределы устоявшихся представлений существующих анархизмов, выйти за пределы гетто, и, мне кажется, это, в общем, довольно интересное, увлекательное и полезное чтение. Давайте, может быть, мы тогда перейдем к вопросам и дискуссии. Спасибо, меня зовут Олег, я занимаюсь, естественно, небольшой взгляд. И, собственно, вопрос, сколько у вас работает в Леопера, и какая у вас, ваша аудитория, на которой вы можете рассчитывать тиражей? Олег, который также занимается в инфекционном публике, и он спросил, как размеры ваш коллектив, что вы можете сделать из этого коллектива, как высота ваша аудитория, и как много человек вы можете найти? Да, 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 да. Мы выпубликовали 12... Но есть также нет сотрудников... Да, это субтитры. Это команда, который работает, скажем, в офисе. Но особенно после Амедео смерти, потому что Амедео был большой читер и большой критик о том, что пришло в нашу смерть. Хорошо, хорошо. Но в постоянном резиденционном коллективе, среди людей, которые занимаются издательским проектом на полный рабочий день, это три человека, четвертый человек, который отвечает за взрослый дизайн и принимает участие не в такой степени, это еще один человек. Но также существует и сеть людей, которые сотрудничают с издательством на непостоянной основе. Но они также носят свой слад в обсуждении того, какие книги будут выходить. Но вот с момента смерти Амедео в 2016 году, конечно, он приходится тяжелее, потому что он, с одной стороны, был большим читателем, то есть он читал большое количество литературы и даже он практически подходил к прочитанному и тому, что может быть удобно для публикации нам для публикации. Но помимо этого небольшого коллектива существует еще сеть людей, которые тоже участвуют в в группе их своими советами, своими эксперты. Да, особенно после этого, мы теперь, я имею в виду, нам есть более крупный коллектив, который будет создан из экспертов в различных medios, и также камереды, и тоже люди мы верим. И еще Роберто не был там, Виктор, Мы имеем большую группу людей, которые читают 20 людей, mostly в Италии, но также в Агроуде, потому что мы читаем много книг из Агроуд. Есть люди, которые, в этом году, следует трансформации, развития, которые интересны в их области, и они предлагают нам обеспечения. Или, по-прежнему, мы можем предложить, мы нашли книгу, мы думаем, что это может быть интересным, и мы даем их для них, чтобы судить, если это правильно и интересно. Помимо этого небольшого коллектива людей, которые постоянно занимаются создательской деятельностью, существует более широкий коллектив. Например, Роберто представляет Центр Либертана это исследование, он формально не ходит в редакцию «Лентеры», но он один из тех экспертов, мнению которых мы доверяем. Мы можем спрашивать их мнение по поводу того, что публиковать или, наоборот, предлагать им книги для какой-то критической рецензии и принять решение по поводу того, что публиковать. И вот эта сеть наших экспертов не только в Италии, но и в других странах, занимающихся различными властями, специализирующимися в различных областях. Это коллектив из примерно 20 человек. И поскольку мы публикуем также большое количество переводных книг, и следим за тем, что происходит в других странах, тут у нас есть наши партнеры, эксперты в других странах, которые тоже что-то предлагают нам из того, что выходит в результате. Да. Например, когда мы создали книгу о диссидентных женщинах в Российской революции, конечно, мы спросили Миша, потому что это было... Ну, вот один из примеров, это то, что они выпустили сборник такой статьи, сборник нескольких географий, о российских... женщин в Российской революции, таких как бы придерживаться более менее диссидентского направления. Например, они обращались с сайтом ко мне, и я, конечно, не являюсь экспертом в этой области, потому что я мог посоветовать с сайтом. Да. Таким образом, по поводу книги, скажем, мы выпубликовали 12 новых книг в году, плюс репринтинг старого титула нашего каталога, потому что наш каталог очень долгосрочный. Каждый книг мы выбираем, мы выбираем его, потому что мы думали, что это будет интересным после 10 лет. И это так, для большинства наших книг. Таким образом, мы находимся, чтобы выпубликовать книги, который был в 1995 году. Мы выпускаем в целом 12 новых книг, и, кроме того, мы выпускаем новые тиражи тех книг, которые мы выпускали раньше. И поскольку у нас очень большой каталог книг, выпущенных за этот 32-летний период, то мы часто перевыпускаем книги. И в свое время, когда мы принимали решение о том, чтобы опубликовать ту или иную книгу, мы как раз оценивали ее с той точки зрения, будет ли она, скажем, интересной, если ее перепечатать через 10 лет. И многие книги, которые мы выпустили, выдержали проверку времени, и мы принимали три книги по выпускным словам. И, кроме того, и, кроме того, мы оставим на самом деле на самом деле на самом деле на самом деле 1,000, может быть, 800, но, скажем, 1,000 до 2,000. И что касается тиражей, то мы находимся в такой средней категории, то есть мы выпускаем книги тиражами в целом, одно из двух тысяч экземпляров, это первый тираж. каждой книги иногда случается, что книги становятся относительно бесцельными, но мы выпустим, скажем, 3,000 книг, ну и время от времени выпускаем новые тиражные книги, которые мы выпускаем. Да, и это тоже экономика, в том, что иногда мы хотим притать немного больше, потому что мы знаем что тиражей продается, и мы хотим сделать немного больше, но, но, это слишком expensive для нас. Иногда мы находимся как-то закончили и теперь нужно притать. Иногда есть небольшие партнеры, но обычно все хорошо. И вопросы о тиражах, конечно, экономические, мы не можем выпускать слишком большие тиражи, но в то же время мы знаем что в книге есть определенный потенциал, что она будет продаваться. Мы, конечно, пытаемся выпустить чуть больше, но это все-таки не гарантирует нас от того, что туда возникают какие-то провисания, то есть на какой-то момент мы останемся без тиража . в том, это бюрократический момент, потому что мы стоим на маркет, мы платим для дистрибуции с третьей партнер между нашим и нашим тиражам. тиражам. на и продаж и продаж и потом, может быть, после 1 месяца, они купили 3 раза в качестве, которые купили в первую очередь. И мы должны платить, конечно. Ну, это также, вот, тиражей клипки являются большой бюрократической проблемой, потому что между нами, как издателями и книжными магазинами, есть посредник, мы за дистрибуцией, компания, которая занимается дистрибуцией, мы должны платить за дистрибуцию, и в то же время они, скажем, могут заказывать сначала небольшое количество книг, мы их предоставляем, но как-то после определенного периода времени может выясниться, что как-то эти книги быстро уходят, и нам нужно, они заказываются, скажем, в 3 раза больше, чем заказали сначала, и нам надо, конечно, раздемого печати на форме для тиража. Ага. 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 Существует, например, некоторое количество литературы, которая выпускается, в частности, с расчетом на университетскую аудиторию, потому что те или иные преподаватели говорят о том, что, скажем, какие-то такие-то книги по антропологии, урбанизму, различным отраслям научного знания, философии, они являются обязательными для у студентов, в будущем тот или иной курс и фактически обязывают студентов покупать книжки наши и читать. То есть есть различные аудитории, с другой стороны, есть люди, которые покупают наши книги в больших книжных магазинах. Кто они такие, почему они покупают наши книжки, нам уже сложно отследить. У меня был еще один бюджетный вопрос, да. 68-й год, 50-летний, да. 68-й год, он, соответственно, глобальный, в каждой стране он не разный, восточный был, а не французский, по-русски 68-й, другой, там, американский. Каков был итальянский 68-й год? Является ли эта дата для Италии? И была ли публикация у Калифа? Окей, also an editorial question about 1968 and the current 50-year anniversary of 1968, of course, 1968 was different in different parts of the world. It was one for France, one for the United States, one for Eastern Europe. What was the 1968 for Italy? Is it emblematic? And did people publish anything about this? Okay, well, let's start saying that, of course, the 1968 and 1969 in Italy was a relevant period. But nonetheless, we decided not to publish anything about this after hours of discussions because too many books were published and because too many people gave their opinion. But, you know, we are kind of a little bit critics, not really with what happened during the 68-69, but about what began. So what we have now of this period, after this great changement in society, which was real, now we find ourselves in a bigger crisis maybe. Because this young people right now hasn't inherited anything about almost anything about the pirates and fight for some kind of integration into the system, let's say. So there were also some of those who guided the revolts, now our managers started their real business, they had their chance, and they... Yeah, exactly. Значит, действительно, 1968 и 1969 годы были очень важным периодом в истории Италии, но тем не менее, понимая это, мы все-таки после многочасовых дискуссий, посвященных тому выпускателю что-то по поводу 50-летия 1968 года, решили, что мы ничего выпускать не будем. В общем, отчасти это было связано с нашим критическим отношением не столько к тем событиям, которые произошли, сколько к тому, что произошло потом. То есть мы понимаем, что это действительно было очень значимое событие, которое очень много изменило, но в то же время мы понимаем, что вот люди, которые, в основном говоря, принадлежали к участникам этих событий, многие из них интегрировали систему, использовали свой шанс, а там молодежь, которые... ну, те молодые люди, которые живут сейчас, они при этом практически ничего не унаследовали от последнего этого 1968 года и от того, за что боролись, условно говоря, и хранить либо один. В общем, как бы это одна из причин, почему мы решили ничего не выпускать на артеху. И в то же время было очень много книг выпущено другими издательствами. Ну, один из рисков, которые мы видели в выпуске чего-нибудь по поводу, что это не может быть. 68-го года как раз заключается в том, что мы боялись слишком идеализировать 68-й год и слишком демонизировать то, что мы имеем сейчас. И, как бы говоря словами Амидео Беркало, мы все-таки предпочитаем оставить бессимизм для лучшего понимания. Да, это было 68-69 год в Италии. Это довольно трудно понимать, потому что, например, в Франции, 68-го года был один месяц, но в Италии это было очень долго, когда мы проведем 68-69 год, и также 1970 год. Амидео Беркало, в Италии, 68-го года был немножко другой, чем, скажем, во Франции, потому что во Франции 68-й год пришел один месяц, маль, в то время как в Италии были события, которые происходили в 68-м, 69-м год. И за ними последовали другие события, как бы не менее важные, но уже другие. В 68-м год в Италии были немножко другие. Скажем, что 68-м год в Италии уничтожены, не для бомбинга, но для того, чтобы никто не ожидал этого рождения, протесты, общественные движения и так далее. И на то время были очень много анархисты в Италии, и они были все, скажем, старые анархисты. Когда русал years old, говорят, что вот так далее. как бы в Италии в 68-м году в Италии и вот еще был другим по отношению, скажем, к Франции. К Франции потому что, во-первых, был совершенно как бы неожиданный всплеск активности социальных, то есть социальных протестов, но в то же время число анархистов было невелико. Они в основном подбежали к таким как бы old school типам анархического движения, то есть классический анархизм. Они одевались в традиционную одежду, они в общем вели какую-то довольно традиционную активистскую работу, в то время как параллельно с этим происходил взрыв контр-культуры, менялись как бы вот, менялось как бы сознание, менялся образ жизни, менялись даже как бы такие повседневные социальные интеракции по поводу того, как выражать свои чувства по отношению к другому человеку на публике. То есть все изменилось, но тогда жизнь не оставалась на публике. И что я могу сказать, что в Италии, в протестных движениях, всегда был очень сильный присутствующий коммунистов и марксист-деминстов. И в начале, в 1968, там были движениями, которые были сильные и сильные движениями, но тогда, в 1969, там была новая новая анархизма, и много людей начали подняться близко к идеям, и подняться к людям, чтобы участвовать. И, во-первых, там был большой взрыв анархистов, и они также организовали встречи, фестивали. Надо еще понимать, что в Италии были очень сильные позиции традиционных коммунистов и марксистов-ленинистов. Это касается и общего политического движения, и рабочего движения. И это как раз было характерно и для 1968 года, но уже начиная с 1969 года число начало расти анархистское движение, оно начало меняться, начали происходить изменения в том, какими способами действовали люди, проводились различные мероприятия, фестивали и так далее. То есть ситуация начала меняться, скорее, начиная с 1969 года. Но, в любом случае, там был большой взрыв от протесты против правительства, против правительства, против правительства, и так далее. Если вы хотите узнать что-то специфическое, пожалуйста. Но, чтобы сказать, это было представлено как 1968 и 1969, где это было представлено как очень опасно, что это было в том, что в основном, в основном, это было опасно, но в основном, в основном, и деньги от страны, чтобы, конечно, остановить все эти движения, и... Да, потому что, извиняюсь, ответственность была в том, чтобы все эти действия, даже если они были фасчисты, ставят бомбами, и все это было в стране. И чтобы поставить в place адвоката, это должно быть не так. То есть надо понимать еще, что в 1969 году как раз с этим всплеском анархического движения, движения социального протеста, начала реализовываться так называемая стратегия напряженности, когда ультраправые при поддержке государства, что было потом доказано, пытались дискредитировать как раз это новое анархическое движение, которое они воспринимали как достаточно опасное в социальном потенциале развития. И с помощью этой стратегии напряжения, с помощью террористических актов, которые проводили ультраправые фактические натеньки при поддержке государства, они пытались более или менее установить в Италии некий режим диктатуры или почти диктатуры. Еще вопросы? Может быть, мы уже можем плавно перейти к обсуждению проблем независимых и малых издательств, по крайней мере, с российской стороны. Хотелось спросить, ваше издательство в Италии сталкивалось с каким-то противодействием со стороны государства, или, может быть, со стороны ультраправых, или, может быть, со стороны ультраправых, может быть, какие-то магазины отказывались там брать книги из отдельных соотражений, что-нибудь такое. Если у Италии, во время истории, в Италии, у вас ever faced с pressuring или resistивность на стороне государства, или на экстреме право, или право, или кто-то refусти вовсе? В нашей экспертности, веевая ситуация? Ну, давайте скажем, мы должны dividить типы книжек в которых мы продаем наши книжки. Мы имеем основные книжки, которые не относятся к нам, поэтому они не могут выбрать их. Если они не хотят наши книжки, то есть большие книжки, которые не продают книжки. Мы не можем сделать ничего, но мы не интересны. Но, например, мы тоже есть на Amazon. Даже если наши книжки не покупают, мы не покупаем на Amazon, потому что наши книжки preferны идти к книжкам. Поэтому мы не имеем контроль на это. Мы также имеем множество книжек в которых мы имеем отношения. И в этом случае мы выбрали, что книжки мы хотим включить в нашу книжку, и в которых нет. И в том, что касается магазинов, то, с одной стороны, существуют мейнстримовые магазины, крупные магазины. Конечно, часть из них отказываются от наших книжек. Просто они могут выбирать, что заказывать, что не заказывать. Часть из них, более-менее, принципиально не заказывают наши книжки. Кроме этого существует, например, независимые магазины, с которыми мы уже общаемся и взаимодействуем напрямую. И выстраиваем отношения, как бы есть сеть магазинов, которые мы считаем, условно говоря, своими партнерами, которые мы включаем в свою сеть. Я хочу сказать, что в Италии, в культурных активах, и книжки, которые связаны с анархизмом, но в книжках есть книжки, то есть циркуляция из идеи, это не так сильно компромиссировано, или запрессировано от государства. То есть, это разнообразно, если вы действуете и делаете что-то, потому что, даже для маленькой акции, вы можете возникать большие обвинения от полиции, и вы можете идти в суд, и так же. Но в культуре, в культуре, в культуре, в культуре, есть не подправка. И, как за феста, за последние годы, они в развитии в Италии, но раньше тогда, в Милене, не были агентами. Поэтому мы не были проблемами. Были не уничтожены тем, Так что сейчас мы не имеем красный участок для них. Да, может быть, они предпочитают социальные центры и другие места, где люди думают, это сложно, чтобы они предпочитают рабочие граждане. То есть, конечно, в Италии нет ситуации, когда за выпуска определенных книг наследуют какие-то рекрессии. Другое дело, что есть активистские издатели, которые и выпускают что-то, и делают что-то в смысле действия. Тогда, да, они могут сталкиваться с каким-то противодействием с рекрессиями со стороны государства. Но в том, что касается чисто культурных инициатив, которые относятся к изданию книг, здесь как бы в отношении нашего издательства или других издательств для них особо репрессий не существует. Что касается правок, то до последнего времени, скажем, их присутствие в Милане было незначительное, и в любом случае, как бы их основными мишенями стали и являются социальные центры, ну, условно говоря, сквоты по нашему, где люди встречаются, занимаются какой-то деятельностью, издательства сами по себе не являются для них красной тряпкой, за которую они бросаются под руки. Но в последние годы ощущается рост присутствия и влияние общества права. Есть ли еще вопросы или мнения по поводу того, как кому видится более места малых и независимых издательств в культурном и общественном процессе? Вот, где кто-то хочет поделиться своим издательским и общественным опытом этой стиле. Спасибо. Вы мне надо рассказать о церкви «Черный квадрат»? А, ну, я могу, да. В общем, собственно, издательство «Черный квадрат» является самым прозаклашенным. Ну, то есть у нас, конечно, красивая обложка, мы старались поработать над редактурой. Это 6 картин Мариевича, да? В частности, да, которые, конечно же, могут быть много разных прочтений. Вот, мы выпустили, сейчас вот в июле первые две книжки нашего издательства вышли. Это, во-первых, книжка Амиде Элпер Толла, которая, кстати, выпущена при поддержке издательства Элеутера. Вот, собственно, там не указано, скажем, с какого языка это переведено. В конце переведен длинный список переводчиков, которые участвовали в работе над этой книгой. Дело в том, что перед нами стояла задача выпустить ее в такие очень сжатые сроки. Поэтому мы переводили ее с трех языков, с английского, французского и итальянского. Но потом мы старались сверить это все с оригинальными итальянскими публикациями. Быстро, по ходу, конечно, что и французские, и английские переводчики, по крайней мере те, которые переводили его статьи много лет назад, они тоже там, в общем, всю работу до конца хорошо сделали. Но, в общем, эти огрехи мы пытались устранить. Я уверен, что грехов оказалось много. Но мы будем работать над собой и стремиться к улучшению наших изданий и к росту нашей исторической культуры. Вторая книга, которая вышла, это сборник статей Василия Голованова, довольно известного писателя эсэиста, который может быть известен как автор книг о Махнопщине, а мне-то может быть известен именно как эсэист, который писал о русской литературе, о русской культуре. Вот мы в данном случае для нашего сборника, который называется «Анархисты нелинейной геометрии революции» собрали почерки и статьи, написанные главами в разное время, «Анархисты нелинейной геометрии революции», которые как раз посвящены анархизму и анархистам, которых он имеет некоторое отношение, поскольку он достаточно давно узнал себя об этой традиции и считает себя мирным анархистом. И с точки зрения литературы, и с точки зрения содержания, также можно очень рекомендовать его сборникам. Ну, в общем, мы только в начале пути, поэтому я не буду делиться планом, что до конца года выпустим 12 книжек, 12 книжек мы, конечно, не выпустим. У нас есть определенные издательские портферы, и как раз, мне кажется, есть некая незанятая ниша даже при автомобиле анархических издательств, которые сейчас существуют в России, потому что, скажем, есть безусловно необходимость в выпуске исторической литературы, то есть те книги, которые по-русски либо не выходили, переводные мемуары, скажем, в анархистов, касающиеся историю революции. Есть книги, которые выходили как даты, которые были забыты, которые стали почти недоступны. и есть необходимость, конечно, в переводной литературе, касающейся только историю, скажем, философии, различных других отраслей, то есть, как бы, планов у нас много, нам нужны сотрудники, соавторы, редакторы и так далее, если кто-то хочет поучаствовать в наших проектах открытых и сотрудничествах. Могу сказать немножко о тебе? Зачем? Прости. А можно вопросы? Я не знаю, какая часть дискуссии сейчас. Ну вот, давайте сначала, может быть, закончим с вопросами, а потом, когда расскажет о своем обучении. Вы могли бы назвать самый неочевидный или спорный текст, или не вписывающийся в ваш статусский ландшафт, который вы сказали? Это, конечно, не футбол. Could you give an example of the most contradictory, unexpected text that you ever published, which may be a place outside of your general direction, an editorial one? Which is maybe outside of the strategic plan that you have for your general direction? It's difficult, because actually each book really has sense in our catalogue. It's true that there are books that we feel are some kind of real cultural initiatives, so maybe also books that don't sell that much, but we know it's important to translate or to publish. Maybe they are also the most expensive ones. And then there are other kinds of books that you do because some way you have to sell, and you have to survive. So maybe you choose some authors that you still have, and they have this critical view, but you don't really feel so close. So there is this big example. It's difficult to call out. Let me check. Значит, ну, сложно назвать какие-то сильно выбивающиеся из нашего общего направления книги, потому что по поводу каждой книги, которую мы издаем, мы, во-первых, очень долго ее убираем и обсуждаем. С другой стороны, те книги, которые мы выбираем с нашей точки зрения, они имеют определенный смысл именно в нашей общей издательской стратегии. Конечно, мы выпускаем книжки, которые, скажем, может быть, не будут очень широко продаваться, но мы считаем, что необходимо их перевести и издать по-итальянски, потому что считаем это своим долгом. С другой стороны, конечно, есть другие книжки, которые мы вынуждены выпускать как издатели, просто для того, чтобы заработать на хлеб, а купить свою издательскую деятельность. Это, безусловно, авторы, которых мы в целом уважаем, но, может быть, которые мы должны себя взять несколько критически и несколько отстраненно. Но, по крайней мере, их книжки могут продаваться, но с большим количеством экземпляров позволяет нам нажимать. Я могу дать два разных экземпляров. Так, в нашем каталоге, мы... Я уверен, что у меня есть? Мы есть автор, который, скажем, что он, скажем, а френд, и у него есть либерта, и он из самых известных антикологических виталий. Но он, он, он тоже, он, он, он тоже, и он, он, он тоже, он, он обучается, с многими соброчками. Но, он, 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 потому что мы знаем, что у нас есть стандарты, и в какой-то способности он пишет для нас книги более похожей к нашему каталогу, и в другой способности мы его respectом, как человек, мы знаем, что он имеет этот путь в мире, который еще очень важен, даже если он более крупный, чем в других книгах мы имеем, то есть он еще не имеет смысла. Есть, например, нашего друга, который является антропологом, и нашим другом, мы с ним сотрудничаем, у него довольно оригинальный взгляд на свою отрасль знаний, в целом, и мы выпускаем его в книге, они кажутся нам немного странными, но мы не можем больше найти которые мы можем сделать это для нас. У нас есть много интересных примеров, что у нас есть несколько попыток из-за автобиографии, из-за известных людей в Италии, которые называют себя «анархистами» и «жатайанами», и они очень симпатичны с его работой. И, конечно, с очень известными людьми, речными людьми, вы никогда не знаете... Вы никогда не знаете, в практике, сколько они libertарные. Так что это... Но вы поняли это? Да. Так что это знаменитый музыкант, который в Италии, Морган, также продолжал проводить несколько тв-дв-дв-дв-дв, и, если он был анархист, он предложил его с автобиографией, и это было бы так, что он мог бы сделать что-то... Да, но... Это был очень важный момент. Он был известен, фильм, а также был известен. Он был бы хорошим, но не так громкостью. После того как он был очень громкостью, в то время это было бы так, поэтому мы сказали, что мы могли сделать денег из этого. и интересная вещь, что с этим книгом мы получили нашу движение в новом месте, где мы находимся сейчас, что очень лучше, чем в прошлой. Так что это имеет значение. Я приведу еще один более смешной, забавный пример. Есть некоторое количество людей довольно известных, которые заявляют о том, что они анархисты и либертарии. Иногда это кажется нам довольно странным, но один из таких примеров — это Морган. Какие у вас это антаркты? Ну, не забудь еще. Это музыкант Морган, который связался с нами, сказал, что он анархист или либертарий, и предложил опубликовать его автобиографический текст. Мы долго это обсуждали, но в то время он еще находился на некой приемлемой для нас границе приличий. Опубликовали эту книжку. Она была успешной, позволила нам переехать в новый офис, который, конечно, гораздо удобнее, чем тот, который у нас был до этого. Но после этого он стал регулярно появляться, стал ведущим телешоу. И, конечно, если бы он сейчас обратился к нам, то не стали бы выпускать его книгу. Но тогда он находился как раз на какой-то такой границе еще приемлемой для нас. Если вопросов больше нет, тогда давайте перейдем к высказываниям. По поводу независимых издательств и какие проблемы. Проблема основная. Я не знаю, есть ли здесь издательность, она провозглашенная или какая-нибудь. Основная проблема в дистрибуции как институции, как класс. И, окей, когда он делает предзаказы с их личных негативов, этого нет вообще. И те вот попытки, которые наблюдались там, ну, с нулевых газов, которые я видел, по созданию какого-то сообщества независимых издательств и небольших издательств в основном было ориентировано как бы создание независимой параллельности дистрибуции, которая как бы позволяла бы сплотить активных читателей. Активных читателей, которые дают судьбу, которые им не нужны, не просто так. Исполнение некоторого ритуала из этих книг, которые подать. Твое директор. Твое директор. То есть, это индепендентistic популярность, например, и естественно, что, в частности, интепендентный продукт и который использовался издательный полноцен в России в Hessике буквально в наших режимах и чувствовавсии. Это проблема была обнаружена из структурных века в 2000-е, И это было высоко, когда возникают, Продолжение следует... 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 То есть Сара и Робертовы в этом всём работали, а Лео как издательство всё-таки решило выйти из этого проекта, потому что это неприемлемо. Да, и, собственно, эта проблема есть, что заниматься издательством, представляет какой-то личный инсайт на моём опыте наблюдения за коллегами. И очень у многих издателей это издательство самоокупаемой деятельностью. Очень у многих. Если это индивидуальный героизм, если это индивидуальное просветление и героизм, то очень сложно создать какое-то реальное сообщество, которое бы было обществом взаимопомощи. Это проблема. Собрание героев и собрание людей, нашедших бюджет, не создается именно цель. Могу. 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 То есть, сочетание с публишем и как ты помогли вместе. Потому что, из-за оленяного, он, из-за оленяного, там многое продажи, которые начали и устроились, что дальше стало издательство, и они решили бы сделать конкретно ничего, чтобы продажи. И очень few authors survived, потому что это очень редко, что в России будет поддерживать проект финансовый проект. И поэтому это либо личный инсайд, либо деньги из externных sources. И это трудно, чтобы люди так вместе в ассоциации, и в то же время не решить вопрос о сотрудничестве. Потому что их коллекционные герои, или коллекционные люди, которые получают деньги, и так далее. Да, в Италии, может быть, это немного разнообразно, потому что в Инталии есть некоторые институты, которые бывают старые, так как Леотера. Но, конечно, у нас обычно есть фондер, который делает деньги, который также делает деньги. Но в Италии, в прошлом, были моменты, когда Амедео и Русселла не могли поставить свои деньги. И вот сейчас мы очень рады, что, например, я работаю там, мы можем survive с того, что мы получили, скажем, что мы получили. И мы также дали деньги, например, для Русселла, в прошлом. Мы очень рады, но, конечно, в истории из Индепендентных книгах, и мы получили много случаев того, что независимые издательства существуют на протяжении нескольких лет, скажем, но они не могут существовать долгое время, потому что, как бы, требуется либо стороннее финансирование, то есть, как бы, владельцы издательства в свое время от времени, скажем, укрывать какие-то возникающие разрывы. Этот элеутер в этом свойстве является одним из уникальных примеров, потому что на протяжении 32 лет они существуют. За этот период, конечно же, вот Амедео, Робертова и Русселла Делево, основатели издательства, они время от времени думали, что они были вкладывать туда свои собственные деньги. К счастью, сейчас, на протяжении последних нескольких лет, средства способны окупать себя и, в общем, даже удалось как бы те средства, которые основатели вкладывали в свое время для решения проблем и им вернуть всего. Но это, в общем, уровень такого выживания, скажем. Еще мнение о реплике. Ну, окей, есть ли шанс увидеть книжку вашего издательства, например, в каком-нибудь крупном магазине или супермаркете? Потому что в России, если бы небольшое издательство с небольшим количеством наименований, у вас нет шанса на сотрудничество с какой-нибудь крупной опытовой сетью, например, в книжных магазинов и лабиринках. Там для входа просто требуется определенное количество наименований. И все, наконец. Так. 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 В больших шопинговых центрах на бензозаправках и так далее. Но они представлены, скажем, вот в крупнейшей сети Filternell, puisqu'то они покупают эту книжку, а вот скажем, в la telling Fondadori отказывается покупать эту книжку. Есть разные варианты, но, конечно, в общем-то, бензозаправка, книжки, супермаркеты, книжки. Но там тоже такой же принцип, что для того, чтобы там присутствовать, нужно иметь определенное количество книжек в портфеле. Ну, в России, на самом деле, главная проблема небольших издательств — это отсутствие книжных магазинов. Все ли с этой порядки выдавливает, потому что только за последние два месяца закрылась банка книжных магазинов «Пайкл» в Косердуре и детских книжных магазинов «Маршак Тула»? Бакен в Красноярске закрывается. Бакен закрывается? Бакен закрывается, а еще один закрывается. В России, например, есть проблема, что индивидуальные книжки в конкретных магазинах «Пайкл» в Косердуре и детских книжках. Нет, я не говорю, что есть такой проблемы. Я бы сказал, что на самом деле, на самом деле, Милан, это самый лучший город в Италии, поэтому мы живем и работаем в Милан, и это немного атипичное, но не так много, потому что у нас есть много молодых людей, которые сейчас начинают открыть bookstores, которые могут быть в том, что есть в которых мы можем найти в виду, а также некоторые большие компании, как Фотинели, которые могут быть в крисе, которые могут быть в обеспечении, потому что они могут быть в обеспечении, потому что они у нас часто занимаются шопинг-сентрами или ресторанами, Поэтому нет никакой обеспечения в секторе. Они думают, что они могут администрировать федеральную книгу в таком случае администрировать рейтинг ресторанов. Это основной проблем для больших рейтинг. Почему? Они работают в Милане, это самый читающий город Италии, поэтому они находятся немножко в нетипичной ситуации. Но надо сказать, что у них нет проблемы закрытия книг и магазинов. У них, наоборот, есть в последнее время, например, волна открытия маленьких независимых магазинов с достаточно молодыми людьми. И если это такие маленькие независимые магазины, то они, как издательства, могут с ними работать напрямую. Конечно, например, большие сети вроде Фильдкенелли находятся в кризисе, но Сара считает, что это во многом связано именно с административными проблемами, потому что это представляет собой крупную сеть книжных магазинов, но при этом управляют книжными магазинами, например, люди, которые до этого управляли ресторанами, сетями ресторанов, супермаркетами и так далее. То есть у них нет опыта и нет реального интереса управлять книжным бизнесом как таким довольно особенным бизнесом. Они управляют только, как они управляли бы сетью ресторанов. и это приводит продукт. А есть ли какая-то поддержка? У меня два вопроса. Во-первых, изменилось ли что-нибудь с развитием интернета? И во-вторых, выкладываете ли вы книги в интернет, или вы, допустим, ждете окончания продаж, после этого выкладываете? Да, это изменилось, действительно. У нас есть некоторые книги, которые находятся в Креативном Комму, поэтому мы используем их интервью в интервью, но в большинстве из них мы обычно используем их в интервью, и, может быть, в интервью, либо в первую очередь. Но мы используем их в момент, когда вы можете найти их в книжке. Итак, прежде всего вы покупаете, если хотите, вы можете читать индекс, вы можете читать префейс, и вы можете решить, если вы интересны в этой теме, например. И это одна часть. Ну, часть книжек, которые они выпускаются под лицензией Третьих Комму, они выкладываются в интернет для свободного распространения, но, конечно, большая часть книжек в интернет целиком не выкладывается, и, скажем, вот, в сети на эксайзе может появиться содержание книги, плюс, скажем, родисловия, чтобы люди в тот момент, когда эти книги физически появляются в некоторых комплекте, читать и решить, хотят ли они ее купить. Да, и, конечно, есть и-букты. Когда мы можем, я имею в виду, иногда есть проблемы с переведением, но когда мы можем, мы также имеем и-букты. Ну, и также они выпускают электронные книги, и это не всегда возможно, потому что, скажем, с переводными книгами возникают проблемы с авторскими правами, но если там таких проблем нет, то они, конечно, стараются додавать ей издательные книги. И, конечно же, их книги можно напрямую купить на сайте издательства, и они уже стоят даже дешевле, чем те цели, которые мы могли бы использовать. Да. 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 Изд chessи. Ну, там ain't большин little taxes, вы получали специальные services, но其实, они тоже Day 4, это, куда мы провед glass плаанист Sportsв Больский Дليар throwioso с бюджетом, так что у нас вemo 快ки. У нас в公約 9%нутри том, 也可以, Ну нет, у них никаких налоговых и других рекорд нет, они существуют в тех же условиях, что и любой другой бизнес, то есть там, скажем, у них есть внешний склад, за который они платят, там, в достатке, никаких налоговых привилегий у них нет. Можно уточнить еще вопрос? Вот после того, как книга уже не продается, или бесплатно, чтобы она вообще всем была. Это только в такой дикой стране как? Да, для меня вопрос идеологический, потому что по моим представлениям много знаний, но много бесплатных, в максимальных ситуациях. Как вы делаете с ситуацией, когда вы выпускаете что-то, например, и вы уже знаете, что у вас есть кое-что, но вы не знаете, есть ли у них практика в том, что вы поставите книгу в книге для книги для книги? Или это идеологический вопрос, потому что вы думаете, что есть доступ к книгу для книги для книги? Да, 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 да. Ну да, вот. из наших книг, которые мы сможем, потому что, в Италии, есть эта лога, в которой, всегда с дистрибушкой и промоточкой, вы не можете покупать покупки. Вы должны сохранить рейтинг в месяц. Если вы идете в этой рейтинге, то нужно платить. И нужно платить много. Таким образом, мы пытаемся оставить как минимум, но мы должны проживаться, поэтому мы должны работать с этими регламентациями. Конечно, с одной стороны, она тоже считает, что доступ к знанию должен быть бесплатен, но, с другой стороны, для них неприложенным фактом является то, что им тоже нужно выживать. С одной стороны, они все-таки стараются делать свои книжки максимально доступными, но в Италии тоже существует определенный уровень, ниже которого нельзя опускаться, и если дистрибку продают свои книжки дешевле этого уровня, то его просто штрафуют. Но они стараются держаться как бы на нижней отметке возможности. Ну да, я думаю, что там задаем. И мы также пытаемся сделать то, что мы можем, в том, что если вы приходите, например, это более локал, except for discount on our website, если вы приходите к нашу публику, чтобы купить от нас, поэтому мы не имеем больше денег как на книжку, мы получаем discount, и 2 раза 30%... Да, half price. It depends. If you are a comrade, it's always 50% discount, always, wherever you are. Also, if you come to the office, and two times a year, we do, like, we call it the winter, winter fest, summer fest, which we sell all the catalogue half price. So we try to find some moments in which we can help our readers to buy books cheaper, let's say. Ну, в общем, как бы да, они все-таки стремятся к выживанию, но при этом, если, скажем, человек, это касается только как бы локального, скажем, миланского рынка, в этом рынке, где они физически находятся, если человек сам приходит в издательство, и издательство не несет никаких затрат на транспортировку, участие в выставках и так далее, человек может купить книжку там с 30-50% скидкой, вот, дважды в год, зимой и летом, они проводят тоже в продаже книжки с 50% скидкой, но и как тоже, товарищи тоже могут всегда прийти и купить книжку с 50% скидкой. Так что, это возможно, дело книги более раздут. И, в любом случае, в Италии, есть, 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 и вы можете найти, то есть, есть, а Но есть, конечно, в интернете группы Саур, что у меня активный процесс оцепровки литературы. Там они оцепуют большое количество книг, в том числе многие книги из тех, кто выпускает EleoTor, там тоже есть оцепрованные, их можно получить бесплатно. EleoTor тоже в какой-то степени участвует в этом процессе оцепровки, то есть они предлагают какие-то документы даже активные, которые хочется сделать доступными публике через эти сообщества и предлагается оцепровать. Но, например, нет случаев, например, если кто-то учил в арестилл-бук, и вы идете в суд? Нет, мы никогда не сделаем это. Ну и в суд, конечно, по поводу своих авторских прав. Мы не общаемся с в судом. Суда не имеют дело, они в частном порядке решаются. Ну что, если ни у кого больше нет вопросов, покупайте книжки, поддерживайте. Ну и в следующем году. Не принимайте вопросы? Нет вопросов, пожалуйста. Спасибо, пожалуйста. Спасибо. потому что это очень важно, потому что это очень важный порт, и его коллектив Медео не могли бы это сделать что-то если ему разработали то, потому что он стал писать с именными названиями, например, или с коллективной сигнализацией. Но я бы рада знать, что так много коллективов, скажем, по всему миру, работают на это, и делают так много работы. Это было не только Миша, это было огромное коллектив. Сара поблагодарил меня за перевод и выпуск этой книги. Я как бы сразу приведу стрелки и скажу, что большой коллектив переводчиков и редакторов обладал над этой книгой. Переводил ее с английского, французского и итальянского. Мы пытались сверить и сделать так, чтобы максимально степень отвечал на итальянскому оригиналу. Надо сказать, что, да, действительно, эта книжка вышла примерно одновременно в разных странах. В разных экранах она разная, потому что, собственно, выпуском этой книги занимались те люди, которые были так или иначе связаны с самыми делами Бертлова, когда он был жив. В общем, как бы он сам не очень бы хотел, чтобы его книга была выпущена, он часто писал псевдонимами, но в итоге можно сказать, что во многих частях мира вышли примерно одновременно книжки, которые друг от друга отличаются и являются замечательным множественным произведением. А я, со своей стороны, хочу поблагодарить магазин «Кентавра», который поставил площадку для нашей презентации, для нашей дискуссии. Конечно, издательный «Черный квадрат» уже есть в социальных сетях, Вконтакте и в Facebook. Там заявлено в книжках, что наши книжки можно купить на сайте, на сайте есть пока в старой версии 2011 года, но как только мы немножко продохнем от разноса книжек по магазинам, мы займемся сайтом, книжки можно будет купить и на сайте, и, наверное, через социальные сети. В Москве в любом случае это будет сделать несложно, и несложно будет заказать книгу точно. Ну и мы работаем над тем, чтобы наладить вещество в другие парады.